В этом пуре порадовался сегодняшний программ. Извините за чушь, которую вы пронесли. В этом пуре порадовался сегодняшний программ. Махачкалы. 17-й тур чемпионата России по футболу продолжается. И через примерно 15 минут здесь, в Махачкале, на стадионе Анжи-Арена, ну, точнее говоря, расположена она в городе Каспийск, начнут свой матч Анжи и Волга. Вот так выглядят окрестности Анжи-Арены перед матчем. Удалось мне прогуляться по этому стадиону. И надо сказать, что достаточно уютный, комфортный, в общем, даже вполне европейского уровня. Но пока что матчи европейские. Здесь Анжи и Уэфа играть не разрешают. И свои домашние встречи этот клуб проводят под Москвой в Раменском. Но в чемпионате России играют дома. На арене, которую в шутку, может быть, болельщики называют не очень фартовой для Анжи, поскольку побед здесь команда в этом сезоне еще не одерживала. Вообще у Анжи всего лишь две победы в сезоне. Обе в Лиге Европы. И одна была одержана в Раменском, а вторая на выезде в норвежском городе Тромсо. В чемпионате России Анжи сейчас замыкает турнирную таблицу. И, в общем, сегодняшняя игра становится в определенном смысле слова решающей. Результаты тех, которые уже матчи завершены на ваших экранах. Отметим минимальные победы ЦСКА и Локомотива в столичных дерби. Ну и Урал с крыльями Советов. Сыграли в ничью. Это довольно важно для Анжи и для Волги. И думаю, что и та, и другая команда этому результату рады. Зенит и Локомотив во главе турнирной таблицы. По 36 очков у них. По 33 у Спартака и ЦСКА. И на пятом месте находится Амкар. А пятое место, я напомню, является пропуском в Еврокубке. При определенных обстоятельствах. Ну, зависит там еще от розыгрыша Кубка России. Нас больше нижняя интересует часть турнирной таблицы. Потому что сегодняшние соперники именно здесь расположились. На 12 месте Волга. У нее 17 очков. И, как видите, ее конкуренты, те, кто шли с ней вровень, очки набрать сумели. Рубин одержал победу. Четвертую для себя в этом сезоне. А Крылья Советов сыграли в ничью на Урале. Ну и Анжи. Ноль побед, 10 поражений, 6 ничейных результатов. И, конечно же, махачкалинцы надеются на то, что сегодня им удастся победу одержать. Мой коллега Наби Аблик Гиберов уже готов вступить в нашу трансляцию. Пожалуйста, передаю ему слово. Да, добрый вечер, Алексей. Ну, прежде всего, хочется сказать, что сегодняшний матч, как и все остальные игры 17-го тура, начнется с минуты молчания в памяти о жертвах трагедии, которая произошла в аэропорту города Казань. Также надо отметить, что до пятницы в Махачкале стоял сильный, точнее гулял, наверное, правильно будет сказать, сильный ветер. Среди тому, что был в игре со Спартаком. Но вот в пятницу Анжи прилетел с турецкого сбора в Махачкалу, и ветер стих. Это не может не радовать. Предвкушая сегодняшний матч, хочется провести такой параллель между выступлением главной команды Анжи и молодежной. Вот если в прошлом сезоне молодежка, наверное, радовалась результатом главной команды, то в этом сезоне, глядя на турнирную таблицу молодежки, старшие коллеги могут за них порадоваться. Они вчера обыграли сверстников из Нижнего Новгорода 2-1 и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице. С этим счетом 2-1 Волга обыграла Анжи в первом круге, и тогда забивали Путила Бибилов и Путила в свои ворота. Вообще Волга такой специалист по красивым голам в этом сезоне. И вот этот фактор, плюс тот фактор, что Анжи уже 4 матча не забивает, плюс тот фактор, что на турецком сборе Анжи уделял внимание именно улучшению игры своей команды в атаке, наверное, все это наводит на мысль о том, что сегодня команды могут порадовать нас атакующим футболом. По крайней мере, хочется в это верить. Что касается Лазарета команд, то вот начнем с Анжи. Здесь по-прежнему не восстановился Трауре. Он занимался по индивидуальной программе в Москве, средневековый спорт готовки. А вот Максимов и Соломатин сегодня в протоколе на игру. Максимов в старте, Соломатин в запасе. Но надо понимать, что ни Максимов, ни Соломатин пока в оптимальных кондициях не находятся. Максимов завлечил травму, но пока игровую форму не набрал. А Соломатин пропустил здесь турецкий сбор, летал в Германию, подтвердил свой диагноз. У него проблемы с коленным суставом. И на все 100 сегодня он тоже не готов. Что касается Волги, здесь травмирован Петер Полчак. Волга, например, последние три матча победить не может. Это для нижегородцев худший в этом сезоне результат с точки зрения серии. Такая самая бительная серия. У Анжи серия намного длиннее. 17 матчей в чемпионате России без побед. 5 поражений подряд. 4 матча без забитых мячей. Но между Анжи и Волгой всегда результативный матч получается. Последние 4 матча из 5 завершались со счетом 2-1. И в последних 4 матчах Анжи Волг побеждал. Но, правда, это был тот звездный Анжи. Что касается антуража, то надо отметить, болельщиков не так много. Говорили, что будет 10-10. Я думаю, пока и этого нет. Гостевой сектор Волги. Там 3-4 человека визуально. Хотя вот там должна быть одна именитая фамилия. Алексей Сапаков прилетел на свадьбу друга. Обещал прийти поддержать свой бывший клуб на костевом секторе. Борельщики Анжи вывесели баннер. Сулейман Абусаидович, нам не хватает вас на стадионе. Но вот, по моей информации, Сулейман Кримов сегодня на матче. И будет свою команду поддерживать. Подходя вот так вот к Анжи-Арене, можно встретить статую терминатора, голливудского героя. И вот, если помните, в конце первой части, погибая, терминатор пообещал вернуться. И вернулся во второй части, в третьей, правда, уже в другой ипостаси. Вернется ли Анжи? По-настоящему вернется ли Анжи в банку за выживание? По крайней мере, за прямую прописку сохранения в элите? Узнаем уже через 2 часа. Если победит, вполне можно сказать, что и вернется. Алексей, тебе слово. Спасибо, Наби. Сейчас вы видите, как футболисты Волги прибыли на арену сюда и заходят на территорию стадиона. Нижегородская команда прилетела вчера в Махачкалу. И тоже прилетела она не из Нижнего Новгорода, не из города, который она представляет, а со сбора, который команда проводила в Крыму. И следует отметить, что есть у Волги человек, которого, возможно, постарается, команда поздравить. Сегодня Дмитрию Булыкину исполнилось 34 года, 20 ноября. Может быть, мы увидим его сегодня. Пока в стартовом составе Булыкина нет, он находится в резерве. Ну и о составах мы, естественно, поговорим чуть более подробно, когда команды уже появятся на поле. К той статистике, о которой рассказывал вам Наби Олег Беров, я могу добавить, что Анжи в домашних матчах с Волгой неизменно забивает ворота нижегородцев два мяча. В сезоне 2009 года счет был 2-2, в сезоне 2011-2012 со счетом 2-1 Анжи одержал победу. И точно такой же результат был зафиксирован в матче прошлого футбольного сезона. Но вот на этой арене команды между собой еще не встречались. Можете вы наблюдать за разминкой футболистов. Это голкипер Волги Сергей Парейко. Человек, от которого, наверное, сегодня многое будет зависеть. Анжи наверняка постарается сыграть в атаку. Анжи должен, в общем, постараться обязательно забить гол. То, чего в последнее время команде не удается сделать в матчах российской премьер-лиги. Ну и, собственно говоря, если Анжи не одержит победу в сегодняшней встрече над Нижегородской Волгой, то даже не о возвращении в гонку за выживание речь пойдет, а, собственно говоря, о совсем неприятной ситуации. Ситуации прямого вылета, потому что в истории, в общем, мало примеров. Да и с точки зрения просто, так сказать, разумного смысла. Если команда 17 игр в чемпионате не может выиграть, то откуда, в общем, дальше набирать очки. В этом смысле для Анжи очень обидным был последний домашний матч. Проиграли они Уралу со счетом 0-1. Затем было поражение от Пермского Амкара. Но это выездная все-таки была игра. А вот поражение от Урала очень было неприятным, с учетом того, что Урал забил в компенсированное уже арбитром время на 90 плюс третьей минуте. Никита Бурмистров и Дмитрий Сычев. В общем, слово нападение здесь выглядит, как некоторый троллинг. Никита Бурмистров один мяч забил в этом сезоне. Дмитрий Сычев еще ни разу не поражал ворота соперника. Ну, в последнее время, в общем, все иронизируют над Федором Смоловым, который тоже никак не может отличиться. И сегодня ему не удалось этого сделать. Но Смолов забил гол за сборную. Бурмистров, кстати говоря, забил один из победных мячей в Лиге Европы. Это было в домашней игре Анжи с Тропси. Ну, посмотрим. Сегодня эти футболисты начинают игру в стартовом составе. Именно Дмитрий Сычев выбрал в качестве нападающего Юрия Калитвенцев. Улыкин, Мулумба, Даниленко. Эти все игроки находятся в резерве. Ну, и пожелаем, наверное, удачи Никиту Бурмистрову и Дмитрию Сычеву. А нам всем интересного матча, который начнется уже буквально через несколько минут. А медиа премиум телеканал лучших сериалов планеты. 15 премьер осени. Культовый гангстерский сериал Мартина Скорсезе «Подпольная империя». Четвертый сезон. Любимый сериал Барака Обамы «Родина». Третий сезон. Сериал «Леденящая кровь». Американская история ужасов. Третий сезон. «Шабаш». И другие мировые хиты. Смотрите телеканал «Амедиа премиум HD» на НТВ+. Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо. Моторные, трансмиссионные и промышленные масла «Нордикс». Гарантия движения. Как будет выглядеть бизнес-класс в будущем? Он рожден, чтобы дать свой ответ. Выразительный облик. Впечатляющее пространство интерьера. Исключительный комфорт. Настоящее удовольствие от вождения. Теперь все точки над «и» расставлены. Новый Hyundai i40. Бизнес-класс. И точка. Hyundai. Аккумуляторы премиум-класса «Веста». Уверенный старт при пониженных температурах. Увеличенный срок службы. Три года гарантии. Премиальное качество для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. «Веста». Pretty powerful. Говорили с симкой от МТС. Планшет надо брать. Сейчас бы кино смотрели. Или футбол. Купите любой планшет и получите мобильный интернет номер один от МТС всего за 100 рублей в месяц. Футбол. Это изнурительная подготовка. Внимание к деталям. Железная дисциплина. Стальные нервы. Минуты счастья. Пусть футбола будет больше. Подключайте домашнее цифровое ТВ от МТС. И смотрите все матчи чемпионата России на канале «Наш футбол». МТС. На шаг впереди. Идет середина тайма. Очень ровная игра обеих команд. Ну вот, внимание, мяч в штрафной площадке. Опасный момент. Удар. Давай. Штанга. Ребята. Еще удар. Штанга. Добивание. Есть вещи, за которые стоит переживать. Остальное дело страхования. Футболеры. Да я машину лучше вожу. Ну что ж, канал «Наш футбол» продолжает прямую трансляцию из Махачкалы. Вы видите, что уже выстроились по трибунам помещения команды. Всем удачи, пошли. Давай-давай, пошли, мужики. Специально я сделал небольшую паузу. Может быть, что-то удастся расслышать здесь. Довольно трогательно. Это всегда бывает, вот эта процедура. Выходят сегодня все участники матча с траурными повязками на эту игру. Я думаю, что, в общем, никаких, наверное, дополнительных слов говорить не надо по поводу той трагедии, которая случилась в аэропорту Казани. Я, в общем, от своего имени, от имени, наверное, всего нашего канала хотел бы выразить соболезнования, разумеется, всем, тем, у кого родные, друзья погибли в этой чудовищной катастрофе. И, в том числе, разумеется, нашему коллеге, комментатору телеканала «Россия-2» Роману Скворцову, его супруга и дочь летели этим самолетом в Казань. Ну, наверное, нет никаких слов, которыми можно описать произошедшее. Так что Роману держаться самое главное. Наши близкие живы до тех пор, пока мы их помним. И сейчас, естественно, команды перед началом этой игры почтят память жертв. В центральном круге, когда уже выстроятся минуты молчания. Но пока Игорь Федотов, возглавляющий судейскую бригаду. Нет, не Виталий Мешков работает на этой игре. Это титры у нас совершенно неправильные. Игорь Федотов главный арбитр. Помогают ему Михаил Яровенко. Из Краснодара Игорь Федотов москвич. Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга. Вот так выглядит судейская бригада. И сейчас минута молчания. Вот такой баннер болельщики махачкалинской команды приготовили к этой игре. По баннерам мы еще пройдемся. Но вот это то, наверное, без чего этот матч точно обойтись не мог. Ну что ж, составы на ваших экранах. Пока можете ознакомиться с ними в графическом, так скажем, варианте. Ну а теперь все готово. Анжи будет начинать игру с центра поля. Помощники Игоря Федотова проверили сетки на воротах и сейчас возвращаются на свои места. Арбитрам пожелаем удачного матча. Ну опять у нас Виталий Мешков. Нет, это не Виталий Мешков. Давайте, друзья мои, что-нибудь поправим все-таки в компьютерной нашей системе. Это Игорь Федотов. Собственно говоря, удачного матча мне ему удалось пожелать и вчера, когда вместе мы летели в Махачкалу в одном самолете. И сегодня уже здесь перед началом игры. Перед началом игры, кстати говоря, фан-клуб махачкалинской команды «Дикая дивизия» вручил команде «Орла». В общем, с пожеланием, естественно, быть столь же сильным, как «Орел». Посмотрим. Я думаю, что сегодня матч во многом смысле для Анжи решающий. По сути дела, даже можно сказать, кубковый. Итак, составы. Михаил Киржаков защищает ворота махачкалинской команды. 22 номер. 2-й Андрей Ещенко. 3-й Али Гаджибеков. 5-й номер Ге Григалава. 8-й Жуселей, капитан команды. 16-й номер Карлен Макарчан. Автор победного гола в Норвегии, забитого в компенсированное уже время. Голу, который, скорее всего, обеспечивает Анжи путевку в следующий раунд Лиги Европы. Но, правда, для этого еще необходимо, как следует, сыграть с Шерифом. И желательно набрать в этом матче очки. Даже ничья гарантирует махачкале участие в весенней стадии Лиги Европы. 20-й номер. Владимир Соболев. 24-й Айоделя Ателье. 28-й Сердер Сердеров. 81-й номер. Никита Бурмистров. И 87-й Илья Максимов. Гаджи Гаджиев главный тренер махачкалинской команды. Сегодня 18 игроков в заявке Анжи. Впервые в этом сезоне. Мы знаем, что заявка у нас расширенная с этого сезона в российской футбольной премьер-лиге. Но вот Гаджи Гаджиев решил, видимо, по старинке, так сказать, оформить заявку на этот матч. Чтобы именно 18 футболистов были в ней. Первый момент создает «Волга». Ну, такой слишком острым его, наверное, не назвать. Сычев делал скидку. Бибилов к мячу не успел. И Михаил Киржаков бросает мяч Григолаве. И Жуселей, который играет сегодня на месте центрального защитника, начинает атаку Анжи. Состав «Волги». 35-й номер Сергей Парейко. 4-й Марцин Ковальчик. 5-й номер Андрей Коряка. Капитан команды. 8-й Денис Колодин. 10-й Дмитрий Сычев. 11-й Роман Концедалов. 14-й номер Антон Путило. 20-й Евгений Алдонин. 29-й Шата Бибилов. 33-й номер Милан Родич. И 77-й Леандро Дасилва. Отметим, что у «Волги» в резерве аж 3 форварда. Даниленко, Булыкин и Мулумба. Так что сегодня имеет самые разные возможности для усиления игры наставник. Нижегородская команда Юрий Калитинцев. Тренеров вы уже видели на своих экранах. «Волга» 15 раз сумела поразить ворота соперников по чемпионату. Анжи 12 мячей забил. И та и другая команда забивают меньше гола за игру. Ну и относятся они к самым нерезультативным командам в российской премьер-лиге. Меньше забили только «Томь» на 11 мячей, чем «Анжи», я имею в виду. И «Терек». У них вообще 8 забитых мячей. Ну а «Волга» чуть-чуть повыше. Там еще «Урал» 14 мячей имел. Но, правда, теперь у него 15 после сегодняшней игры с крыльями Советов. Ваш комментатор сегодня Алексей Андронов. Ну и рассчитываем мы на яркий футбол. Он же идет вперед. Попытка доставить мяч в штрафную площадь успеха не имеет. «Коряка» забирает этот мяч себе. Здесь неудачно подстроился немного Алдонин под него. Жуселей. Долго-долго работает с мячом Жуселей. Сам приближается к штрафной площади соперника. Перевод на левый фланг. Третий номер – это Али Гаджибеков. Я так понимаю, что он играет на месте левого полузащитника сегодня. Григовава занимает зону слева в обороне. Ещенко справа. Жуселей и Аделея в центре. Ну и Гаджибеков, в общем, он у «Анжи» играл в свое время даже в нападении. Правда, был это еще, конечно, не тот «Анжи», который потом сиял и в Европе, и в России, завоевал бронзовые медали. Но теперь история, в общем, в каком-то смысле вернулась к своему началу. Заброс на Сычево. Положение вне игры у Дмитрия. Сейчас посмотрим на повторе, было ли оно. Сулейман Керимов присутствует сегодня на матче. Болельщики вывесили баннер. Сулеймана Бусаидовича, нам не хватает вас на трибунах. Второй раз, как мне рассказали, домашний матч «Анжи» он посещает. Первый раз был на игре с московским ЦСКА. Так, что там произошло? Игорь Федотов подсказывает, что там махачкалинцам. С жуселей. Не вижу я, к сожалению, со своей комментарической позицией, которая здесь, наверное, рекордная по размеру в мире. Я думаю, что не меньше, наверное, 60-70 квадратных метров вот этот зал занимает, в котором в полном одиночестве ваш покорный слуга. И остекление позволяет смотреть в любую сторону стадиона. Но я бы надеюсь, что мои коллеги покажут нам сектор болельщиков «Волги», и мы постараемся увидеть, пришел ли все-таки Алексей Сапогов на эту игру. Футболисту, которого, в общем, едва ли не самая причудливая судьба в этом календарном году. Сапогов, я слово «закончил» не хочу употреблять по отношению к его футбольной карьере, но назовем это, наверное, «прервал». Да, вот Алексей Сапогов, пожалуйста, вот он что-то там объясняет рядом с надписью «фастфуд». Приятно видеть Алексея, но, честно говоря, еще более приятно было бы видеть его на футбольном поле. Пусть не в составе «Волги», может быть, что-то там не складывается так, что выступление вообще невозможно за эту команду, но, может быть, в составе хоть какой-то другой мы его увидим. Евгений Алдонин приносит свои извинения, Игорь Федотов зафиксировал здесь нарушение правил с его стороны. Вместе с ногами, что называется, выбил мяч Алдонин сейчас у соперника. Переход от Анжи на чужую половину поля. И еще одно нарушение правил, на этот раз на фланге. Вот оттуда может последовать довольно опасная подача. И у Анжи, в общем, есть кому сыграть головой. Это Ковальчик, крупным планом именно он. Нет, это не Ковальчик, прошу прощения, это 33-й номер Милан Родич. Он нарушил правила. Ну что, что сможет создать Анжи? Ничего не получилось. Мяч выбит из штрафной площади. Да, такая тишина сегодня на стадионе Анжи-Арена. Понятно, что результаты, которые команда демонстрирует, не располагают к тому, чтобы очень много болельщиков присутствовало на ее матчах. Но, мне кажется, Анжи все-таки нуждается в такой более яростной поддержке. И, в общем, без участия болельщиков Анжи совсем тяжело будет сегодня. Борьба, борьба. Выигрывают ее футболисты Анжи. И еще один штрафной. Волга неаккуратно играет пока что. Нужно, в общем, мне кажется, успокоиться немного нижегородцам и перестать фалить перед своей штрафной площадью. Это Бибилов здесь нарушил правила. Ну и что он хочет сообщить, так сказать, по поводу своего поведения. Нарушение правил действительно было. Григовала. Стоит у мяча. Это несколько, на мой взгляд, неожиданно. Ну, правда, ушел. Григовала. Гещенко, видимо, будет подавать. Разыгрывает мяч футболисты Анжи. И вот это называется, шел в комнату, попал в другую. Словами классика совершенно ничего не получилось у футболистов Анжи. И, в общем, такой розыгрыш штрафного удара. Его, наверное, к курьезам можно отнести. Но посмотрите, что это такое было. Ещенко и Бурмистров. О чем, так сказать, задумались вряд ли именно так. Ну, то есть не вряд ли, а невозможно себе представить, чтобы именно так хотела команда разыгрывать это стандартное положение. Сегодня у нас любопытное противостояние. Такое тренерское. Опять-таки, я обращаюсь к своим коллегам. Я думаю, нам покажут один из помощников Гаджи Гаджиева Андрей Гусин. Бывший футболист киевского «Динамо», бывший игрок сборной Украины. Вместе с Юрием Калитвинцевым играл и в «Динамо», и в украинской сборной. С Генадием Литовченко Гусин, естественно, поиграть не успел. Ну, а вот с Калитвинцевым довольно много, так сказать, славных времен было у них. И, конечно, все мы помним то «Киевское «Динамо», которое создал после своего возвращения с Ближнего Востока Валерий Лобановский. Ну, и Юрий Калитвинцев также выступал в российском чемпионате. Играл за «Волгоградский ротор», играл за «Московское «Динамо» и играл за «Нижегородский локомотив». «Волга» – это вторая команда из «Нижнего Новгорода», которая в истории чемпионатов России выступает в элитном дивизионе футбольном. Уходит мяч за пределы поля, уходит как раз рядом со скамейкой, которую, по-моему, махачкалинцы занимают. Колодин переводит мяч на левый фланг. Темп не очень высокий, но все-таки играют команды из нижней части турнирной таблицы. Я думаю, что мы не будем слишком строги к ним и к каким-то эпизодам с их участием будем относиться с пониманием. Ну что, опять у Анжи не получается атака. «Волга» отошла. 9 человек сейчас за линией мяча у «Нижегородцев». Теперь уже и 10-й подошел сюда. Дмитрий Сычев, Гаджибеков, пас на Григоваву. Угловой. Угловой удается заработать. Махачкалинцам. Ну что, может быть, угловой перенесет результат? От Евгения Алдонина, да, мяч покидает поле. Все прекрасно видно на повторе. Я напомню, что еще два тура предстоит сыграть в этом календарном году. Ну, о соперниках давайте мы поговорим после того, как Бурмистров исполнил стандартное положение. Не получился удар. И «Волга» выносит мяч на чужую половину. Волга. Анжи приведет два оставшихся матча здесь, в Каспийске. 2 декабря команда сыграет с Томьо. Это уже, наверное, будет самый последний для них шанс. Вообще, так по-хорошему, махачкалинцам нужно набирать 6 очков в этих двух играх. С «Волгой» и с «Томьо». Ну и в последнем туре, 19-м, последнем туре календарного года, Анжи дома будет принимать краснодарскую «Кубань». Что касается «Волги», то «Волга» сыграет со «Спартаком» 1 декабря. Ну, а затем в заключительном матче у себя в Самаре примет крылья советов. Еще одно нарушение правил. Алдонин неаккуратно здесь действует против Соболева. Я, честно говоря, не понимаю, что с нижегородцами, потому что с таким упрямством фалить перед своей штрафной площадью, это может плохо закончиться, причем в самое ближайшее время. Григолава и Гаджибеков. Мяча. Ну что, кто будет бить? Григолава попадает в стенку. Продолжается атака Анжи. Снова Григолава. Но вот здесь мяч не уходит. На стандарт, не уходит на угловой. Катает мяч сейчас Анжи по своей половине поля. Не дошла передача, которую Сычеву отрисовали нижегородцы. Сейчас Юрий Калифинцев у бровки. И у Анжи вышел Андрей Гусин как раз. Ну, мы уже видели это во время матча Еврокубковых. Желтая карточка. Ну что, рано или поздно это так должно было закончиться от Игоря Федотова. Алдонин уже, по-моему, в третий или в четвертый раз нарушает правила. И понятно, что арбитр устал это терпеть. Тем более, да, подкат в ногу. В общем, все правильно здесь сделал Игорь Федотов. Евгений Алдонин получает первое предупреждение в этом матче. И, конечно же, ему надо успокоиться и как-то свои действия пересмотреть. Потому что так, в общем, может дело и до замены дойти. Один из опорников повис на желтой карточке. Ещенко с мячом. Подача в штрафную площадь. Но перекинуть Колодина не получается. Не так-то просто это сделать. Снова мяч направлен в штрафную. И снова оттуда выбит. И здесь аут Владимир Соболев будет бросать. Бросать. Просит Игорь Федотов назад вернуть мяч футболистов Волги. Юрий Калитвинцев. Главный тренер нижегородской команды. Парейко будет вводить мяч в игру. У Волги несколько вратарей уже сыграли в нынешнем чемпионате. Но вот так получилось там, что Локомотива надолго выбыл Гильерме. И Локомотив Илью Абаева пригласил. Собственно, после этого стало ясно, что Волги нужен новый вратарь. Им стал как раз Сергей Парейко. Ещенко по правому флангу. Бурмистров. Против него Ковальчик. Ну, запер Ковальчик Бурмистрова в углу поля. Надо выбираться. И выбираться не получается. Здорово отыграл поляк этот эпизод. Шата Бибилов. Сычев там прессингует. Ну, вот, может быть, сейчас достанется мяч Дмитрию Сычеву. Нет, не получилось. То есть, Аделея, Жуселей. Волги, конечно, очень не хватает Лосина Трауре. Конечно, если бы он был в строю, совершенно по-другому играла бы Махщикалинская команда. Но Лосина Трауре опять получил травму. Это произошло на разминке перед матчем сборной Кот-де-Уара. Кот-де-Уарцы пробились на чемпионат мира, обыграв команду Сенегала. Ну, я полагаю, что кто у нас может из участников сегодняшнего матча сыграть на мировом чемпионате? Вряд ли кто-то из игроков Анжи или Волги будет вызван в российскую сборную. Поэтому, наверное, даже из футболистов, которые в заявке находятся, то только, собственно говоря, я имею в виду не заявку на матч, а заявку общую, только, наверное, Трауре как раз и может. Сборная Узбекистана-то не попала на чемпионат мира, выступив Иордании. Так что Адил Ахмедов, который находится в резерве у Анжи, тоже участником чемпионата мира не будет. Ну и, конечно, никакой речи быть не может о вызове, допустим, в бразильскую сборную Жусилея, Эвертона или, допустим, Леандра Досилы. Анжи бросает аут Гаджибеков. Коряка прерывает эту подачу. Почти 20 минут уже отыграли команды и, в общем, пока практически без моментов. Всерьез, вратари у нас пока еще в эту игру не вступали. Пас назад, Адолея. Я так много говорил про то, кого может Калитинцев выпустить на усиление атаки. Наверное, надо заглянуть и вообще представлю вам я запасных, пожалуй, у Анжи Евгений Помазан, вратарь Александр Япуряну, Камиля Галаров, Расим Тагербеков, Адил Ахмедов, Эвертон и Павел Соломатин. Ну, наверное, к усилению атаки только Соломатин относится. В «Волге» Михаил Комаров и Артур Нигматуллин. Два вратаря в заявке. Мулумба, Блыкин, Даниленко – это нападение. Матэ Дворнекович, Адриан Ропотан и Александр Шуленин – это игроки средней линии. И защитники Дмитрий Полянин и Виталий Бордеян в резерве у «Волги». Перехватили мяч Нижегородцы, но, может быть, им удастся свою атаку сконструировать. Концидалов. Нет, атакой это, в общем, не назовешь. Жуселей. Практически все выходы Анжи из обороны, они так или иначе через Жуселей. Максимов. Назад отдает Ещенко. Если не взвиньте тэпанжи, то так и на что рассчитывать-то? Только на стандарты. Но как они стандарты выполняют, мы уже видели сегодня. Путила. Скинул головой. Коряка. Забирает мяч. Сычев. Леандра. Неплохо комбинируют футболисты «Волги», но все это очень далеко от ворот соперника. Леандра. Молдонин. Здесь нарушает правила Жуселей против Леандра. По правому флангу Леандра подключается. Ну и здесь Киржакову нужно поторопиться. Мяч забрать, чтобы не было углового. Ещенко. Ну вот Ещенко, да. Ещенко может быть вызван в российскую сборную. Про него мы немножко забыли. Он может стать участником мирового чемпионата. Наживился стадион. Пытается загнать Анжи в атаку. Вот Жуселей. Какая диагональная передача. Родич там спешит. Ещенко. Удар от ворот. В претензии к арбитру на линии имеет Ещенко по этому эпизоду. Видимо считает, что против него правила были нарушены. Максимов рядом с мячом, но только лишь рядом. Максимов играл за Волгу. Но эти команды на самом деле многое связывают. И Гаджи Гаджиев, мы помним, Волгу тренировал. Так что тут Киржаков играл за Нижегородского Волгу. Так что действительно во многих аспектах матч хорошо знакомых друг другу людей. Родич ошибается. Еще одна атака Анжи. Пас в штрафную площадь. Выносит. Выносит Нижегородцы мяч. Григолава на Жусилея. Жусилея такой, знаете, глубинный диспетчер у Анжи. Но очень, очень глубинный. Создание опасных моментов его действия вряд ли могут привести пока что. Ну, раскатывает, помогает здесь организовывать атаки. Гурмистров отскакивает мяч в направлении Максимова. Но тот не стал мяч трогать, потому что к угловому все шло. Подача. Опять не удалось создать опасный момент. Вообще пока моментов нет в сегодняшней игре. Еще один баннер, который здесь висит на стадионе. Это «Будьте достойны нашей поддержки». Баллиста Манжи. Действительно следует об этом подумать. Еще угловой. Концидалов выбивает мяч за пределы поля. И еще один угловой. Корчится от боли там футболист Анжи. Это Григолава. Появляются на поле врачи. Махачкалинская команда. Григолава игрок сборной Грузии. 24 года. Ему, кстати, тоже бывший футболист Нижегородской «Волги». Ну, раз врачи вышли, значит, на Григолаве сейчас надо покинуть поле. И только после этого может возобновиться игра. Видите, что буквы «ДД» в баннере выделены другим цветом. Это как раз дикая дивизия. Та самая. Так, ну что, Григолаву увели. Значит, можно продолжать игру. Подача. Будет удар по воротам. Пожонглировал мячом. Болист Анжи, Владимир Соболев был, но так и не ударил. Паджаков. Григолава просит разрешения войти в игру. И вот дает сигнал Игорь Федотов. Можно возвращаться. Но тем временем «Волга» пытается организовать момент. Завозился Шатабибилов. Здесь Жуселей. Жуселей пока, наверное, самая заметная фигура в сегодняшнем матче в составе двух команд. Карлен Макарчан. 16-й номер еще раз. Напоминаю, именно он забил победный гол в Норвегии в матче с Тромсо. Перед той игрой иронизировали многие. Говорили, что 16-я команда России играет против команды, по-моему, 15-я на тот момент Тромсо место занимал в норвежском элитном дивизионе. Но Тромсо в итоге вылетел из этого самого элитного дивизиона. И, может быть, даже Лига Европы им помешала в чем-то. Как бы Анжини повторить судьбу. Вот этого заполярного норвежского клуба. Коряка назад на Колодина. Когда-то такие слова звучали в матчах сборной России. Коряка на Колодина. Сычев, Виолдонин и Пулыкин, конечно же, тоже играли за российскую сборную. Путила. Технику Антона Путила мы знаем, но пока сегодня он ее не показывает. Леандро пас в штрафную площадь. Концидалов что-то сделал слишком хитрое и непонятное для партнеров. Ещенко. Потеря мяча. Алдонин. Алдонин может пробить издалее и делает это. Отскочил мяч от газона. Но Кыржаков справился. Все-таки, наверное, слишком почтительное расстояние было до ворот. Ещенко. Опять гудит стадион. Опять пытается заставить команду идти в атаку. Тридцатая минута матча. Счет у нас 0-0. И положа руку на сердце другим он быть не мог, наверное, к этому моменту. Исходя из того, что показали команды. Леандро оттянулся к бровке. Сейчас в надежде на то, что Парико ему отдаст мяч. Парико делать этого не стал. И собирается вводить мяч в игру, видимо, ударом. Нет, пока выкатил его за пределы штрафной. Вот теперь следует удар. Коряка нарушает правила. Аделея. Здесь нельзя ошибаться. Снова фолл со стороны Коряки. Так, один уже за систематические нарушения правил получил желтую карточку. Сейчас Коряка встает на этот неправильный путь. Здесь какие-то диалоги с Аделея. Я напоминаю вам, что можете выбирать лучшего игрока матча сегодняшнего. В соответствующей группе на сайте VK.com. Честно говоря, если бы я голосовал, то, наверное, пока отдал бы свой голос Жуселею. Ну вот момент, может быть, у Анжи. Нет, снова не удалось им даже удара поворотом нанести. Волга подхватывает мяч. Контратака. Есть шанс на нее. Путила. Побежал Леандра вперед. Сычев пытается открыться, но у него это не получается. Пас на Леандра. Назад Алдонин. Переводит направо. Вот хорошая скидка. Удар. Киржаков отбивает еще. Удар. Это Дмитрий Сычев мог отличиться, но опять удача от него отворачивается. Так и не удается пока забить свой первый гол в этом чемпионате Дмитрию Сычеву. Хороший момент. Пожалуй, что самый опасный вообще в сегодняшнем матче. Здесь и Киржаков потрудился. И здорово сыграл защитник Анжи, который подставил ногу. И, собственно говоря, только благодаря ему гол не состоялся. Угловой, по-моему, первый или второй. Может быть, в исполнении Волги. Нет, второй. Уже один был с другого фланга. Но и здесь тоже опасности нет. Какое-то повреждение там получил один из футболистов Волги от Сычев. Вот так присел. Потом поднялся и возвращается в игру. Надо Диме выйти из офсайда. Григолава. Подача в штрафную площадь. Скидка. Ну, здесь все четко делает Сергей Паренко. Дмитрий Сычев еще не в том возрасте, чтобы думать о завершении футбольной карьеры. Ему, собственно говоря, месяц назад исполнилось 30 лет. Это все-таки не тот возраст, в котором, например, Булыкин находится. Но если результативность не сможет хотя бы какую-то найти Дмитрий Сычев, конечно, дальше все будет довольно тяжело в карьерном плане. Но он уже ездил в Белоруссию играть. И там тоже результативностью, прямо скажем, не блистал. Путило. Путило поиграл в Бундеслиге. Но не единственный такой футболист сегодня в заявке на эту игру в Бундеслиге также и Дмитрий Булыкин выступал. И даже... Да не покажется вам это какой-то фантастикой, что Дмитрия Булыкина есть гол в ворота не кого-нибудь, а Оливера Кана. Булыка забрала сейчас себе мяч. Аделея. Аделея как будто боится сам начинать атаку и все время еще джуселее. Ему предлагаю это делать. Но может быть такая тренерская установка. Задумчив Юрий Калитвенцев на бровке. Вот может получиться хорошая атака. Здесь 6 против 5. Футболисты Волги сумеют разыграть лишнего. Коряка. У него тоже хороший удар. Путило. Концедалов. Катит мяч в направлении дальней штанги. И Сычев не успевает. Удар от ворот. 35-я минута матча заканчивается. Счет пока у нас 0-0. Но Анжи не забивает уже довольно давно. Результаты последних матчей я вам их уже называл. Со счетом 0-1 Анжи уступил Амкару и Уралу. Перед этим была игра с Кубанью. Там был счет 0-2. Со Спартаком 0-1. Последний гол Анжи забил в ворота Рубина. Но забил в проигранном матче. Который завершился со счетом 5-1 в пользу Казанцев. Вот момент. Муанжи. Удар по воротам. И не попадает в дальний угол. Никита Бурмистров. 81-й номер. Махачкалинской команды. Да. Момент хороший. Момент хороший был. Но не сумел мяч направить так, как было нужно. Бурмистров слишком высоко его поднял. Обыграл Дениса Колодина. Очень здорово. Ну что, вот уже что-то, да? Соорудили команды на двоих. Причем и у тех, и у других ворот. Вот. Вот. Волга в атаке. Путила. Что пойдет обыгрывать? В первом круге забивал Путила в ворота Анжи. Но он тогда и в собственные ворота тоже забил. Нет, ничего не получилось. Контр-атак Анжи. Жуселей. Не поняли они с Сердеровым друг друга здесь. Имеет смысл, наверное, Анжи вообще задуматься о своем календаре. Ну, про матчи этого года мы уже поговорили. Две домашние игры. Вслед за сегодняшней встречей. Игра с Томио и матч с Кубанио. Следующий год Анжи тоже начнет дома. Матч с Рубином. Потом выезд в гости к Спартаку. Принимают ЦСКА. В гости едут к Уралу. В общем, календарь такой-то непростой достаточно. Надо начинать побеждать. Нарушены правила. И желтая карточка теперь уже Махачкалинскому игроку предъявлена. Аделея. Нечего Аделея спорить с Игорем Федотовым. Как Игорь Федотов утихомиривает футболистов, мы видели в прошлом туре в Казани. Разыграли футболисты Волги. Это стандарт. Ну и ни к чему этот момент не привел. Леандро здесь, конечно, первым будет на мяче. Свободная зона. Путила подрабатывает себе мяч. Примчались футболисты Анжи. Вот здесь потерян мяч в углу поля. Ященко включается сразу в прессинг, в отбор. Концедалов переводит направо. Леандро. Сычев. Какой-то, по-моему, страх уже появился обводки у Дмитрия Сычева. Получая мяч, он даже не пытается обыграть защитника. Григовава. Он работал себе левый. Снова мяч у Григовавы. Ященко. Прострел в штрафную площадь. Максимов. Здесь забирает мяч Парейко. Пять минут остается до перерыва. 0-0. Счет не открыт пока у нас. Сычев ошибается в передаче. Перехватил мяч у Жуселей. Ну и опять ничего не получилось. Я думаю, что большой форвард появится после перерыва в составе «Волги». Ну, может быть, не сразу. Не прямо там на 46-й минуте. Может быть, по истечении часа игры. Дальний удар Концедалова. Ну, это не опасно было. Жаков бросил мяч на левый фланг. Здесь Леандра. Ну, вот скидывает чужому. И потеряла стройность немножко обороны «Волги». Сердеров. Наброс такой в штрафную. Достается мяч. Галкипер у нижегородцев Сергею Парейко. Ну, что касается результативности «Волги». В последнем своем матче она так же не забивала. За счетом 0-4 проиграла Кубани на выезде. Но до этого был гол ворота московского ЦСКА. Ну, тоже вот такая серия. У Анжи пять поражений подряд. Последние очки они взяли в матче с Амкаром здесь. Развершилась ничью 2-2. У «Волги» тоже не самая такая приятная серия намечается. У них два поражения. Подряд. И последние, кстати, набранные очки тоже были в матче, который завершился со счетом 2-2. Это была игра с крыльями Совета. Григолава. Ужил мяч из аута. Максимов. Просочился в штрафную площадь, но без мяча. Снова Григолава бросает аут. И довольно много времени это заняло, потому что никто из партнеров не желал открываться. Некому было просто мяч Григолаве бросить. Аделея. Принимает мяч Карлен Макарчан, но спиной к чужим воротам. Снова Макарчан. Гурмистров. Может быть здесь что-то получится? Нет. Опять потеря. Еще один дальний удар. Вот это уже, в общем, ближе к делу. На мой взгляд. Шатаби Билов его наносил. Тоже, наверное, определенные похвалы заслуживает. Ну, за активность свою. Периодически проявляемый шатаби Билов. Музелей. Резервный арбитр. Резервный судья у нас сегодня. Сейчас скажу вам, кто это не попал в протокол матча, который готовил пресс-служб Банжи. Вот здесь опасный момент с участием Максимова, но до удара дело опять не дошло. Резервный арбитр Денис Шпилев из Белгорода. Одну минуту. Добавил Игорь Федотов и сообщил Шпилев об этом с помощью табло. Полминуты этого добавленного уже прошло. Ну и, судя по всему, в первом тайме забитых мячей мы с вами не увидим. Резервный арбитр. Гаджибекова катает мяч Анжи в середине поля. Минута заканчивается. Еще и потеря тут. Нарушение правил. Быстро разыгрывает «Волга» стандарт. Игорь Федотов убедился, что атаковать серьезно «Волга» не собирается и дает свисток. 0-0. Недовольным гудением стадион провожает команду на перерыв. Ну что, я, в общем, могу понять. Происходящее. Могу понять реакцию болельщиков Анжи. Особенно довольными им быть нечем. Пока что что-то обсуждает Шата Бибилов. А, это не Бибилов. Это Аделея продолжает свои разговоры с Игорем Федотовым. Продолжает оправдываться и обсуждать, видимо, ту самую желтую карточку. Но в нашей трансляции, как обычно, предусмотрено интервью. Внизу работает Наби Олег Беров. И мы в ожидании того момента, когда у него появятся собеседники. Играет футбольного клуба «Волга». Виталий Бордиан. Виталий, поделись впечатлениями от игры твоей команды в первом тайме? Ну, как бы хотелось, конечно, чтобы мы забили. Но не получилось. Был неплохой момент. Дима Сычев мог забить, но не получилось. Так, в принципе, равная игра. Любая серия психологически давит на команду негативно. У вас она короткая, у Анжи она длинная. На кого она давит больше, как думаешь? Ну, я думаю, все-таки Анжи Нижи находится. Думаю, на них больше. Но и нам тоже сегодня, конечно, нельзя терять очки. Так что мы сегодня надеемся выиграть. Что нужно сделать в втором тайме вашей команде, чтобы не потерять очки? Да, забить пару мячей. А все, большую удачу. Еще одно интервью. Павел Саламатин, игрок футбольного клуба Анжи. Павел, для начала поделись с нами тем, как ты себя сейчас чувствуешь, как твое колено. Все идеально. Значит, ты готов сегодня выйти на поле и помочь команде? Конечно, я всегда готов помочь. Но это уже будет зависеть от тренера, выпустит он мне или нет. То есть, по своим ощущениям, ты готов на 100%? Даже сказал бы на 150%. Как думаешь, что не хватает твоей команде в первом тайме, чтобы забить и выйти вперед? В концовке, наверное, нам не хватает завершить тот самый момент, чтобы все обрадовались этому голу. Каким, на твой взгляд, должен был учиться второй тайм? Я думаю, мы дожмем и выиграем эту игру. Спасибо, большую удачу. Ну что ж, в общем, выглядит оптимистично и Павел Саламатин, и Виталий Бордеян. Статистика первого тайма на ваших экранах. Семь ударов Волга нанесла, три из них пришлись в створ. Но, действительно, в завершающей стадии нижегородцы более активны. По одному предупреждению, каждая из команд получила 4-2 счет угловых. Но вот с угловых пока опасных моментов мы практически не видим. Ну и в нашей трансляции наступает время короткой, но содержательной рекламы. Идет середина тайма. Очень ровная игра обеих команд. Ну вот, внимание, мяч в штрафной площадке. Опасный момент, удар. Давай! Штанга! Ребята! Еще удар! Штанга! Добивание! Есть вещи, за которые стоит переживать. Остальное – дело страхования. Девушка! А вы застрахованы сегодня вечером? Ни голод. Ни хляби небесные. Ни стихийные бедствия. Ни злой рок. Ни коварство любви. Ни сила обстоятельств. Ни дружеский долг. Ничто не сможет разлучить вас с футболом. Для вас мы включили прямые трансляции всех матчей чемпионата России по футболу в мобильное ТВ от МТС. МТС. На шаг впереди. Говорили с симкой от МТС. Планшет надо брать. Сейчас бы кино смотрели. Или футбол. Купите любой планшет и получите мобильный интернет номер один от МТС всего за 100 рублей в месяц. Аккумуляторы премиум класса «Веста». Уверенный старт при пониженных температурах. Увеличенный срок службы. Три года гарантии. Премиальное качество для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Как будет выглядеть бизнес-класс в будущем? Он рожден, чтобы дать свой ответ. Выразительный облик. Впечатляющее пространство интерьера. Исключительный комфорт. Настоящее удовольствие от вождения. Теперь все точки над «и» расставлены. Новый Hyundai i40. «Бизнес-класс» и «Точка». «Хюндэй». Антифризы «Нордикс» из Германии. С допусками от автопроизводителей. Добро пожаловать в наш футбол. Подписывайся на телеканал «Наш футбол». Смотри эксклюзивные прямые трансляции матчей и выигрывай супер-призы. Подключайся. Поехали! Русская радио. Русская радио. Русская радио. Это все будет хорошо. Перерыв в матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги. Матч Анжи и Волги. Пока без забитых мячей. Довольно активно разминаются запасные той и другой команды. Скажу, что не очень жарко в Махачкале. Поэтому вспоминается, возможно, чтобы согреться. Но мы вспоминаем, что было интересного в первом тайме. В принципе, я думаю, что так реально заслуживающих внимания моментов два было у ворот. И вот это, конечно, странная история со штрафным ударом. В исполнении футболистов Анжи. Я думаю, что даже Гаджи Гаджи не сможет объяснить, что там произошло. И почему настолько бесхитростно этот штрафной был в итоге разыгран. И бездарно, в общем. Мяч просто улетел в аут. Вот момент, который был у Дмитрия Сычева. Не позволил ему отличиться Али Гаджибеков, прилетевший тут в подкате. А вот момент, который был у футболистов Анжи. И Никита Бурмистров направил мяч слишком высоко. Мне кажется, можно было поспокойнее немножко пробивать дальний угол. Тогда паренька имел бы гораздо меньше шансов на то, чтобы свою команду спасти. Вот на что наиграли команды за первые 45 минут игры. Последний эпизод был с участием Максимова у ворот Нижегородской «Волги». Вот так команды атакуют. Анжи в основном через центр. Волга чуть более сбалансирована. У Анжи левый фланг выпадает. Здесь, в общем, понятно, наверное, это потому, что там два номинальных защитника. Этот фланг делит и Григолава, и Алига Джибеков, который старается играть на месте полузащитника. Но пока получается у него не очень-то выдающимся образом. Следую я в данном случае уже за нашей картинкой. И мы вспоминаем, как Илья Максимов играл за Нижегородскую «Волгу». 29 матчей и 6 забитых мячей. Но Илья Максимов талантливый футболист. Спора нет. В свое время даже и под спорной России он, что называется, находился. Нынешний сезон, на мой взгляд, как-то не очень у него ладится. Ну, если говорить о команде, в общем, здесь всегда трудно выделиться на фоне команды, которая играет неудачно, занимает последнее место и еще не имеет ни одной победы. Но в «Волге» Максимов играл более ярко. Посмотрим, останется ли он на поле после перерыва. Посмотрим, какие, так сказать, управляющие ходы будут делать тренеры. Вот я смотрю, что уже... Два футболиста «Анжи» появились здесь сейчас на стадионе. Олега Джебеков обращается к трипунам. Олега Джебеков просит команду поддержать. Любопытный момент, честно говоря, мне такого не приходилось еще видеть. Пока вы наслаждаетесь голами Максимова, Сердеров и Гаджебеков вышли здесь на бровку и вот так вот разговаривали с трибунами. Интересный эпизод. Посмотрим, какой будет поддержка действительно после перерыва. Поддержка «Анжи» очень и очень нужна. Ну, а у нас снова небольшая пауза и затем уже мы вернемся вместе с командами на второй тайм. Мартина Скорсезе «Подпольная империя». Четвертый сезон. Любимый сериал Барака Обамы «Родина». Третий сезон. Сериал «Леденящая кровь». Американская история ужасов. Третий сезон. «Шабаш». И другие мировые хиты. Смотрите телеканал «Амедиа премиум HD» на НТВ+. Добро пожаловать в наш футбол. Подписывайся на телеканал «Наш футбол». Смотри эксклюзивные прямые трансляции матчей и выигрывай супер-призы. Подключайся. Поехали! Профессиональная автохимия и автокосметика «Нордикс» из Германии. Как будет выглядеть бизнес-класс в будущем? Он рожден, чтобы дать свой ответ. Выразительный облик. Впечатляющее пространство интерьера. Исключительный комфорт. Настоящее удовольствие от вождения. Теперь все точки над «и» расставлены. Новый «Хёнде Ай-40». Бизнес-класс. И точка. «Хёндэй». Аккумуляторы премиум-класса «Веста». Уверенный старт при пониженных температурах. Увеличенный срок службы. Три года гарантии. Премиальное качество для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. «Веста». Pretty powerful. Говорили с симкой от МТС. Планшет надо брать. Сейчас бы кино смотрели. Или футбол. Купите любой планшет и получите мобильный интернет номер один от МТС всего за 100 рублей в месяц. Вы в совершенстве овладели материалом. Стали примером для подражания. Вы прошли огонь. Воду. И медные трубы. На футболе вы собаку съели. И сумели объять необъятное. Мы ценим ваш профессионализм и хотим, чтобы просмотр футбола приносил больше острых ощущений. Сделайте прогноз в приложении «Футболизатор» и выиграйте уникальные места на Виапи-секторе и другие призы. МТС. Наш шаг впереди. Идет середина тайма. Очень ровная игра. Обеих команд. Ну вот, внимание, мяч в штрафной площадке. Опасный момент. Удар. Давай. Штанга. Ребята. Еще удар. Штанга. Добивание. Есть вещи, за которые стоит переживать. Остальное дело страхования. Футболеры. Да я машину лучше вожу. Ну вот, как вы видели, собрались в кружок сейчас футболисты «Волги» перед началом второго тайма. И замена происходит в составе «Анжи». Вместо Карлена Макарчана, игравшего под 16 номером, появляется на поле Адил Ахмедов. Ну, может быть, теперь игра в середине поля будет более конструктивной у махачкалинской команды. Адил Ахмедов один из тех футболистов, который был лидером и прежнего, звездного «Анжи», так сказать, предыдущей эры этой команды. Ну и, я думаю, что начать следует с составов. В «Волге» замен нет. Начнем мы с махачкалинцев. В воротах Михаил Киржаков. 22 номер. В центре обороны играют 8-й Жуселей и 24-й Аюделе Аделея. На левом фланге Григолава 5-й номер, на правом Андрей Ещенко номер 2. Сейчас я смотрю, что произошло изменение, на самом деле, в расстановке. Сейчас Гаджибеков занял позицию второго центрального защитника, а Жуселей выдвинулся немножко вперед. Ну, может быть, это по ситуации так. Посмотрим. Адил Ахмедов вместо Карлена Макарчана в центральной зоне. На правом фланге Владимир Соболев, 20-й. На левом теперь кто действует у Анжи. Сердер Сердеров. Он выдвинулся на острие. На левом Никита Бурмистров. 81 номер. В центре Илья Максимов номер 87. Никого мы не пропустили? Нет, все в порядке. 11 человек. Вот такой состав Анжи. «Волга». Ворота защищает Сергей Парейко, 35-й номер. На правом фланге обороны Леандра, 77-й. Удар. Парейко забирает мяч после удара Гея Григолава. На левом Милан Родич, 33-й. И в центре Марсин Ковальчик, 4-й. Денис Колодин, 8-й. У «Волги». Средняя линия, 20-й номер Евгений Алдонин. Опорный полузащитник. Рядом с ним, 11-й, Роман Концидалов и 5-й, Андрей Коряка. На флангах Шата Бибилов, 29-й номер слева. И справа играет Антон Путило, 14-й. Ну и в нападении Дмитрий Сычев. «Волга», повторюсь, обошлась пока без замен. Путило с мячом. По правому флангу подключается Леандра. Передача в штрафную площадь не прошла. Игорь Федотов, рефери сегодняшнего матча. Андрей Велетешкин из Санкт-Петербурга. Михаил Яровенко из Краснодара. Это его помощники. Ну и ваш комментатор на канале «Нашфутбол» Алексей Андронов. 48-я минута матча идет. 0-0 пока в этой игре, в которой и тем, и другим нужна победа. Ковальчик. Лежит здесь Никита Бурмистров. Пришел Игорь Федотов спросить, все ли в порядке. Нужна ли помощь врачи ему. Пока не очень понятно. Врачи подошли. Никита Бурмистров, видимо, отказывается от врачебной помощи. С рукой что-то у него случилось. Рука не нога для футболиста. С одной стороны, с другой. Конечно, когда у тебя болевые ощущения, неважно где. Играть, конечно, неприятно. Ох, как ошибается Волга. Сейчас дарит момент Анжи. Это Колодин. Вот такой подарок сделал, ну и сам прибежал в штрафную площадь. Я не скажу, что он исправил, потому что исправил это другой футболист все. Вот так, конечно, заигрываться нельзя. В Нижегородской команде. Здесь нарушение правил. И Волга будет пробивать штрафной. Паренька. Ковальчик оглядывается, смотрит, нет ли соперников рядом, нет ли риска потерять мяч. Да, пока игра, конечно, нелысокого качества. Малдонин с мячом. Максимов скидывает на Адила Ахмедова. Здесь борьба и нарушение правил в этой борьбе. Фиксирует арбитр на линии. Это Михаил Леровенко. Он у нас работает на ближней бровке. Ахмедов прицельно бьет. Отражает мяч Паренька. Отбил перед собой, но защитник был внимателен. Включился сразу. Это Марцин Ковальчик был и выбил мяч. Запредел в штрафной площади. Ну что, поддерживает активно стадион. Он же и сейчас завелась вот эта та самая дикая дивизия. То есть выход Лига Джебекова к трибунам все-таки привел к определенному результату. Но будем надеяться. Будем надеяться, что и в плане игры что-то поменяется у нас. Жуселей. Ещенко вроде тут свободен на бровке, но передача у него так и не следует. Ошибается в передаче Ещенко, но мяч снова к нему вернулся. И опять ненадолго. Родич. По-моему, даже не аут, а по-моему, даже штрафной удар. Сам Родич вводит мяч в игру. Заброс на Сычева. Вот мне кажется, что все-таки не хватает большого нападающего Волги. Не знаю, рискнет ли Юрий Колиджинцев в какой-то момент матча двух использовать форвардов. Но если бы был рядом или Мулумба, или Булыкин, наверное, Сычеву было бы несколько проще цепляться за мяч. Большому нападающему можно и цепляться, и можно делать определенные скидки на Дмитрия Сычева. А так, в общем, получается, что он сам должен все делать, и не всегда это хорошо получается. Путило опасно. Мяч было сыграно, считает арбитр, и, в общем, можно с ним согласиться в этой ситуации. Аделея. Колиджинцев показывает, закройте Ещенко. Ещенко на правом фланге. Получает мяч. Ну что, до голевого момента пока еще довольно далеко. И потеря, потеря. Ну вот, атака Анжи и Бурмистров. Ахмедов слишком тонко задумал и слишком много там игроков просто было. Передача, в общем, практически не могла такая пройти в штрафную площадь. Ахмедов еще пробьет. Да. Еще один удар по воротам. Что-то там случилось с корякой. Подпрыгивал на одной ноге. Прихрамывая. Владимир Ахмедов явно получил установку от тренера в Бетиздале. И, в общем, все правильно, наверное. Гаджи Гаджиев делает. Ударов издали не хватает. 54 минуты сыграли команды, пока без забитых мячей. Счет 0-0 в истории противостояния Анжи и Волге. Не встречался никогда. Более того, лишь один был матч из семи сыгранных, когда одной из команд не удалось забить гол. То есть всегда забивают и те, и другие. Лишь один раз Волга выступила Анжи. Вот тому самому звездному, яркому Анжи на своем поле со счетом 0-3. Тогда Спахич, Трауре и Виллиан забивали. Никого из них сегодня нет. Но Спахича и Виллиана-то уже и в команде нет. Они в других чемпионатах выступают. Трауре в Анжи. Но Трауре травмирован. Я уже говорил, что травму он получил на разминке перед игрой в сборных Камеруна и Сенегала. Штрафной удар довольно опасный. Будет исполнять Волга. Сбил там с жуселей Коряку. Показывает, что-то вышел сейчас и Гусин, и к бровке вышел Арсен Акаев. Причем уже далеко за пределы технической зоны. Как раз сейчас арбитр его и просит вернуться на место. Какие-то советы по поводу установки стенки. Шата Бибилов. Шата Бибилов забил в первом матче этих команд как раз со штрафного. Но тогда мяч был ближе к центру. Подача и Путила не смог коснуться этого мяча. И не смог направить его туда, куда нужно. Это, наверное, карточка. Это, наверное, будет карточка. Идет Игорь Федотов туда. Да, 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 да. Вот она уже у него в руках. Предупреждение Коряка. Получает за снос Андрея Ещенко. Ну, вот еще раз повтор. Несложная игра, в принципе, для Игоря Федотова. Но пока все правильно делает у нас арбитр сегодняшнего матча. Вообще, я скажу, что ни в коем случае не хочу давать советов Роберту Розетте. Но мне видится так, что Игоря Федотова можно попробовать и на какой-то большой игре уже. С участием лидеров российского чемпионата. Андрей с мячом. Но на своей половине поля. Через вратаря. От того, как закончит календарный год Анжи, будет зависеть и селекция. Я думаю, что уже есть определенные, так сказать, наработки там у Гаджи Гаджиева. Результат в Европе-то как раз здесь не будет иметь большого значения. Потому что понятно, что далеко Анжи в Европе все равно не пройти. Удар поворотом по рейкам. Мяч мимо штанги летит. Это Владимир Соболев бил. С Европой-то, в общем, там было все понятно. Анжи очень повезло с группой. Группа откровенно слабая. Тоттенхэм здесь безусловный лидер. А дальше три команды, ну, как говорили, примерно одного уровня. Мне кажется, что Анжи все равно посильнее, чем Тромс. Это уж точно. Оба матча они выиграли у норвежского клуба. Да и, наверное, посильнее, чем Шериф. С Шерифом была самая первая игра. В Лиге Европы она закончилась со счетом 0-0. Ну, вот, собственно говоря, очки-то Анжи и набрал. В первом матче с Шерифом и в двух играх с Тромсом. Проблемы уже, по-моему, довольно серьезные. Теперь у Анжи, потому что еле-еле покидает поле их игрок. Нет, ну, сейчас разошелся. Это Сердер Сердеров. И мы видим, что уже готовит замену. И уже Арсен Акаев что-то объясняет Павлу Соломатину. Да, для Сердерова этот матч закончен. Когда вот так, уходя, аплодируют трибунам, понятно, что игру продолжать не будет футболист. Павел Соломатин. Но вместо Сердера Сердерова. 14-й номер Павел Соломатин. Волга в атаке. Родич. Главой. Что-то там активность какая-то на скамейке Волги. Вот здесь привязывают лед к ноге Сердера Сердерова. Видимо, икроножную мышцу повредил он. А у Волги, по-моему, замена готовится. Да, действительно, так и есть. Если я не ошибаюсь. Нет, это не замена. Это еще только разминка пока. В отделе жилетки. Соответствующий Даниленко. Там еще кто-то. Сейчас из-под навеса они выбегут. Не будет видно, кто это. Ну, да, в шапке. Чего-то труднее опознать. В атаке нижегородцы. Шата Бибилов. Можно попробовать обыграть. Сделает навес Бибилов. И, на мой взгляд, это слишком просто. Даже, я бы сказал, где-то по-простецки сыграно. Можно было что-то более хитрое выдумать. Снова Бибилов с мячом. Олдонин. Назад. Здесь паренька. Паренька опытный игрок. Непонятно, что в такой ситуации ошибки допустить не должен. Полчаса остается у команд. На то, чтобы попробовать все-таки поразить ворота. Соперника Ещенко. На Ахмедова. И здесь нарушение правил. Щиток вывалился у Шаты Бибилова. Такое нечасто увидишь. Вот, видите, вылетел и остался на газоне. Забавный момент. Так называемый, как говорится, запишем в курьер. Подача Никиты Бурмистрова в штрафную площадь. Скидка. Где удар? Вот Бурмистров. Еще прострел. Нет удара. Это уже Селей. Григо Лава скидывает Али Гаджибеков. Да, тот действительно играет теперь на месте центрального защитника. И Жуселей играет в опорной зоне. Думаю, что так, наверное, для Анжи получше. Тем более, Гаджибеков игрок более легкий. И ему, наверное, проще противостоять Дмитрию Сычеву. Бурмистров. Ещенко. В офсайде был партнер. Да и как-то уж очень просто Андрей Ещенко этот заброс выполнял. Обе команды уже завершили свои выступления в Кубке России. И Анжи, как и, собственно говоря, Волга, потерпели поражение от клубов 1-го российского дивизиона. Волга скаинергии проиграла Габаровске. А Анжи в Владикавказе уступил Алании. Бибилов. Рядом Концеда вот здесь. Но Шата Бибилов идет сам. Расстрел в штрафную площадь. Аделея поднимает свечку такую. Родич. Милан Родич, если вот так будет играть, я скажу, что шансов вернуться в Зенит у него немного. Так, в общем, пока повторяет судьбу Михаэля Лумба. Но только Лумба не российским командам отдавали в аренду. Горяка Концедалов путила. Побежал там Леандро подключаться. Алдонин. Развернула Волга атаку на правый фланг. 65-я минута. Подача Леандро. И вот момент для Концедалова. Направляет тот мяч. в никуда. Максимов. Тоже мог бы играть и, в общем, поярче, конечно, Илья Максимов. Простоватый футбол. Без задумок особых в его исполнении. Ященко. Неужели пятый матч Анжи проведет, не забив гол? В принципе, больше усиливать игру. Особенно некем. Гаджи Гаджиеву, потому что все остальные футболисты в запасе оставшиеся это игроки оборонительного плана. Ну и вратарь. Потерян мяч. Коряка. А вот в пользу Волге. Родич. Колдонину отлетает мяч. Концедалов в штрафной площади. Аккуратно надо здесь играть, чтобы не нарушить правила футболиста Манжи. Но они справляются. Прошла диагональ у Колодина. Коряка. Нарушение правил. В начале матча Волга грешила вот такими фолами перед своей штрафной площадью. Ну а теперь нарушает правила Адил Ахмедов. Коряка, Бибилов и Путила у мяча. Ну здесь же родичи Концедалов. Но я думаю, что они вряд ли относятся к числу тех игроков, которые будут претендовать на исполнение этого стандарта. Удар коряки. Не опасно. Ну а теперь что придумает Анжи. У Максимов остается лежать. Графидотов игру не останавливает. Теперь мяч у Анжи. И вот что будет делать Жусели. Жусели выбивает в аут, чтобы вышли врачи. Что там было? Давайте смотреть. Ну, Максимов вообще и сам там нарушал правила. Да, попал ему в лицо колодин рукой, но... Я думаю, что никак не меньше. Если уж кто-то тут наиграл на свисток, то никак не меньше. Илья Максимов это делал. Отбора больше стало у Волги во втором тайме. Более удачно ему удается разрушать атаки Анжи. И больше мячей здесь собирать в средней линии. Сычев уже в подкате даже играет. Когда вот такой последний раз видели. Бурмистров. Заброс к линии штрафной площади. Максимов. Снова Бурмистров. Подача. Это Сергей Парейко. Сычев. Отлетел мяч неудобно для партнеров его. Ковальчик в отборе. Теперь Коряка остался лежать. Ну что ж, пока 0-0. Уже восьмой десяток. Отсчитывают минуты этого матча. Да, сломать он, кстати, рисковал. Тут карточку получить. Прямой ногой летел. Как со штыка, что называется. Ахмедов. Ну, это все несерьезно. Коряка. Перевязал бутсы там Антон Путило. Поэтому его нет сейчас в линии атаки у Волги. Анжи уже готов провести свою третью замену. А Волга будет проводить первую. У Волги появится Даниленко под 39-м номером. А у Анжи Агаваров. Волга в атаке. Родич. Рикошет. И угловой должен быть. Нет. А, мяч не ушел за пределы поля. Мяч Киржакову попал. Нет, игра не остановлена. Сейчас арбитр на линии не разобрался. Стал показывать, что замену поднял флаг, зажав его между рук. Но мяч-то не ушел. Поэтому остановки игры не было. Соболев. Пас налево. Бурмистров. Что будет делать Бурмистров? Пытается раскачать защитника и пробить. И пробивает. Но не точно. И мяч уходит в итоге с поля даже не через линию ворота, а через боковую линию. Вместо Ильи Максимова появляется Камиль Агаваров. Ну, ясно, что Агаваров вряд ли будет играть на месте атакующего полузащитника. В центре. Он может на фланге сыграть. А вот... Как дальше? Посмотрим. Ну, и Даниленко, я так думаю, что вместо Сычева. Вряд ли какая-то другая, может быть, замена в составе Волги. Не знаю, устроит ли Нижегородцев ничья. Удар в дальний угол. И едва не забивает гол красавец Анжи. Опять Бурмистров, да? Мимо одних ворот. В первом тайме полетел мяч. А теперь мимо других. Мимо дальней девятки. Скинул хорошо Соломатины. И мяч-то хорошо лег на ногу Никите Бурмистрову. Но... Не попал в ворота. Артем Даниленко меняет Дмитрия Сычева. Опять не удалось Сычеву забить. Артем Даниленко в этом сезоне отличался дважды. Теряет мяч Кориакам. Подустал он. Возможно, что и в этой линии Волги нужна какая-то перестановка. Ну, кто туда может выйти? Шу Ленин. Наверное, так. Нарушение правил. А так это будет кому карточка? Ну, не Коряки. Это Родич получит предупреждение. Штрафной будет выполнять Никита Бурмистров. Очень активен там тренерский штаб Анжи. Ну что, если подаст как следует, то, может быть, и будет опасный момент. Подача. Что здесь? От кого мяч ушел? Угловой. От защитника Волги. Олег Гаджибеков лежит. Но мы уже привыкли, что у него на майке написано имя. Подача. Леандро. Первый на мяче. А здесь Даниленко. Молодец. Хорошо сыграл. Может получиться контратака. Три футболиста Волги в нее бегут. Перевод в центр. Это Путило. Еще дальше. Коряка. Здесь Бибилов тоже подключился. Ну, Андрей Коряка. Ну, как же так, а? Такая контратака и так просто ее Волга потеряла. Не исполнил, что называется, Андрей Коряка. 77-я минута тем временем. По-прежнему у нас счет не открыт. Ничья 0-0. Матчем между Анжи и Нижегородской Волгой. Счет, который никогда не фиксировался во встречах между этими командами. Команда-то, собственно, существует не так давно. Он же 22 года от Руду. Что касается Нижегородской Волги, то этот клуб был основан в 1963 году, но играл в низших дивизионах. 50 лет Волги. Ну, собственно, я уже рассказывал, что была другая команда, топовый в Нижнем Новгороде. Локомотив из Нижнего Новгорода. Волга вообще в конце прошлого века выступала вообще в соревнованиях, которые называются у нас КФК, коллективы физической культуры. Потом был 3-й дивизион, потом 2-й. И вот третий сезон в Премьер-лиге. Ну, он же больше замен нет. Гаджибеков хромает, и сможет ли он вообще продолжить игру? Нет замен, нету, нету, Гаджибеков. Сейчас ему сообщат об этом, наверное, партнеры. Ну, это проблема. Это проблема, потому что, если с коленом что-то, ну, на месте центрального защитника точно он не сможет играть толком. Анжи все три своей замены уже израсходовал. Ну, пока есть время дышаться, что называется, у Гаджибекова. Удар Ахмедова! Мимо. Бьют очень неточно сегодня футболисты Анжи по воротам соперника. Удар Ахмедова! Рыжаков показывает, бегите вперед. Сейчас буду вам туда направлять мяч. Концидалов. Ещенко пробивает штрафной. Здесь выиграна борьба Нижегородской Волгой. Бибилов смещается в центр. Отобрать мяч у него не смогли. Ахмедов стоял и сохранил мяч в борьбе с двумя соперниками, но затем неточная передача. Волга в атаке. Но пас тоже был неточный. Ялдонин. Последняя 10 минутка уже пошла, пока больше я не вижу, чтобы у Волги готовились какие-то перестановки. Хотя две замены у Юрия Калифинцева есть. Родич. Похоже, что один гол может решить судьбу этого матча в перерыве. В интервью речь о паре забитых мячей. Ну, конечно, ни на какую пару команды не наиграли сегодня. Саламатин переводит налево. Бурмистров. Бурмистров. Удар Бурмистрова. И опять мяч летит мимо. Ну, просто сегодня что-то заколдованное. Буцца, что ли, у Никиты Бурмистрова. Ну, куда угодно бьет, но только не в ворота. И это, конечно, катастрофический неточный удар. Был, побежал Ропотан. Видимо, его сейчас будет выпускать на поле Калифинцев. Нарушает правила Шата Бибилов. Нужен гол, скандирует Калифинская фан-трибуна. Ну что, такой красивый современный стадион. Такой жаркий дагестанский болельщик. И неужели никто не увидит сегодня забитый мяч? Вот еще один момент. Гаджибеков. Расстрельная передача блокирует ее. Денис Колодин угловой. Стадион ревет так, как будто от этого момента вообще все зависит сегодня. Кикс, Парейко и ворот-то пустые. Григовава выручает свою команду Парейко. Так, здесь нарушение правил Федотов все-таки зафиксирует и это будет карточка для Путила. отмахнулся тот, убегая в контратаку. Сейчас посмотрим на повторе. Наверное, этот момент мы увидим. Ну и сейф Сергея Парейко тоже. Ну, на самом деле вот здесь-то не очень видно. Ну, похоже, что попал в лицо Путила, Григовава и мне показалось сначала, что вратарь ошибается, бегая по штрафной площади, но в итоге Парейко оказался там, где надо. Прав, значит, прав. Раз гола нет, значит, все в порядке. Да, сейчас появится Адриан Ропотан под 19-м номером в составе нижегородцев. Штрафной, ну, далековато до ворот для прямого удара, поэтому, наверное, будет, наверное, будет навес меняет Ропотан Алдонина. Ну что, до стандарта все-таки замену будет делать Волга. Да, до стандарта. Нет, подошли тренеры и сказали, что после стандарта они просят выпустить на поле Ропотана. Ну, вообще, это так принято в футболе перед стандартом обычно никогда игрока не упускают. Если только это не футболист, который там выходит в атаку при угловом своей команды подача, дара нет пока по воротам. Аделея выпускает мяч за линию и вот теперь замену можно произвести. Волга. Итак, Адриан Ропотан девятнадцатый номер вместо игравшего под двадцатым Евгения Алдонина. До окончания матча остается уже пять минут. Сергей Парейко вводит мяч в игру. Еще одна карточка. Ковальчик. Но Анжи нужно быть внимательным в концовке. Прошлый домашний матч. Мы помним. Нет, это не Ковальчик, это Соломатин, по-моему, получил карточку. Штрафной в сторону ворот Анжи. Анжи нужно быть внимательным в концовке, потому что прошлый домашний матч, я уже рассказывал, чем закончился. на 93-й минуте Урал сумел здесь забить гол и увез из Махачковы победу. Ещенко против него Даниленко. По-моему, фалит. Да. Так и есть. Гаджи Гаджиев. Ну что, мы говорили о том, что этот матч очень-очень важен для Анжи. Если не собирать очки с такими соперниками, то с кем команда их собирается дальше собирать? Есть еще Тони, но это уже самая последняя, наверное, попытка. Кстати, сосед-то Анжи по турниру и таблице Терек играет не сегодня, играет завтра, будет знать уже результат этого матча. Но, правда, игра-то будет непростая у грозницев, они в гости к Краснодару едут. А Ещенко бросает аут. Соболев неудачно принял мяч. Путила. Концедалов продлевает еще дальше наш от Убибилова. Бибилов снова Концедалов. В пятку ему попал мяч. Ошибка такая тоже на ровном месте довольно странная. Бибилов сохранил мяч в поле. Нет, нет. Ушел, ушел мяч. Хотя нижегородские тренеры этим недовольны решением арбитра и что-то там высказали арбитру. григорова. Григорова. 88-я минута заканчивается. 0-0. григорова. григорова. бежал бежал буквально в соперника в принципе вот здесь мог и остановить игру Игорь Федотов. Говаров нет, не удается ему остановить мяч. Будет аут в пользу Волги. Нарушение правил здесь. Родич. Как-то вы знаете не попал в игру Даниленко. Практически незаметен. Вышедший на замену Нижегородской Волге. Абсолютно минимальное его участие в игре. Родич ищет кому бросить. Уже Иропотан тут подошел. Коряка. Баджибеков забирает мяч. Здесь нарушение во-первых было. Во-вторых потеряли мяч футболисты Анжи. Родич. Коряка. Ударов у Волги нет дальних практически. Может быть сейчас Концидалов нет. Еще направо Леандрова. Вот удар следует. Жаков забирает мяч. Сейчас появится на бровке резервный арбитр. Через 10 секунд должен сообщить нам сколько будет добавлено времени. Бурмистров свело ногу Бурмистрова. Не может он продолжать. Ещенко двоих уперся. Андрей Ещенко надо уже расстаться с мячом. Аут в пользу Анжи. Где резервный арбитр? А резервный арбитр там пытается утихомирить тренеров, Анжи и врачей не выпустить. На поле 4 минуты добавлено. Ну с учетом того сколько было замен в общем наверное все понятно. Будет ли делать еще одну замену которую он сохранил Юрий Калитвинцев делать замену такого тактического плана. Ещенко Арсена Акаева я думаю запишут в протокол потому что опять вынужден его возвращать в пределы технической зоны резервный судья. Не удалось здесь Анжи создать опасный момент. Арсен Акаев легенда махачкалинского футбола. Я думаю все помнят драматичную концовку одного из российских чемпионатов матч торпеда Анжи в Москве когда был назначен очень спорный пенальти в ворот Анжи и интервью Арсена Акаева который просто простую фразу сказал тогда клянусь я не играл рукой. Штрафной вот это момент вот это момент для Анжи момент от которого наверное все сегодня будет зависеть а Лига Джибеков на газоне сейчас мы наверное увидим повтор хотелось бы его увидеть время для этого есть Марцин Ковальчик нарушил правила давайте смотреть да ну конечно здесь никаких вопросов к Игорю Федотову быть не может удар по ногам ну как Кочергой уж извините сыграл Ковальчик ну что может быть весь смысл этого чемпионата даже сейчас в этом ударе футболистов Анжи 6 очков у команды ни одной победы нет пока 17-й тур идет Грия Григалава наверное он будет выполнять этот стандарт пристроились два или три даже игрока Анжи к стенке Игорь Федотов просит стенку перестать идти вперед разъясняет как руки будут трактоваться в этой ситуации ну что Арсен Акаев что у него сейчас в мыслях я даже боюсь представить ну что Григалава или все-таки не он нет другой футболист наносит удар это Адил Ахмедов и удар получается очень плохой очень плохой и слабый не то что нужно сейчас но это никуда не годится и как знать не вот этот ли стандарт будут вспоминать в конце чемпионата футболисты Анжи но они много чего могут вспоминать они игру с Уралом могут тоже вспоминать последняя минута последняя минута парейка по-моему никуда не торопится Волгу я так понимаю все-таки ничья в этом матче устраивает три команды по 17 очков имели у нас и все три похоже что набирают очки Рубин свой матч выиграл крылья Советов сыграли в ничью а Волга остается еще 20 секунд Жуселей мяч у Волги Бибилов Путила очень неудачно и Путила даже показывает Бибилова но зачем ты мне это давал сам бы бил Гурмистров здесь Родич блокирует все смотрит на часы Игорь Федотов 0-0 матча Анжи Волга да и стыдно стыдно игрокам махачкалинской команды пожалуйста баннер Гаджи Гаджи его адресованный Гаджиев поддержи Анжи и уходи ну когда команда не выигрывает 17 туров удивляться такому не приходится хотя не только Гаджиев и не столько Гаджиев я думаю виноват в том что Анжи на последнем месте в таблице крушение команды которое произошло увольнение Хидинка назначение странное Рене Белинстена затем распродажа практически всего основного состава все это не могло пройти бесследно готово интервью с Гаджи Муслимчем Гаджиевым пожалуйста набей вам слово Гаджи Гаджиев главный тренер футбольного клуба Анжи Гаджи Муслимчевич ну поделитесь впечатлениями поделитесь впечатлениями от этого матча казалось что желание было хоть отбавляй моменты были удары были но все летело мимо ну да ну вы правильно сказали желание было хоть отбавляй вместе с нервозностью конечно спокойствия не хватало если взять например то как мы играли вот например на сборе то и то что здесь конечно было чуть есть какое-то лекарство чтобы преодолеть эту нервозность лекарство чтобы преодолеть эту нервозность лекарство есть я думаю но оно нам пока не помогает вы по ходу матча Гаджи Бекова с Греголавой местами поменяли поделитесь поменяли потому что Греголава был более активен более агрессивен в атаке а у Алишки не получалось в атаке поэтому Владимир Сумович ваша команда сегодня здесь на Анджиарине поселилась в гостевую обычно гостевую раздевалку поделитесь для чего это было я не знаю это надо обратиться к тем кто ее поменял спасибо большое да ну раздевалку возможно на фарт поменяли так иногда делают так и меняют скамейки но удачи это действительно не принесло Юрий Калитвинцев готов поделиться своими впечатлениями от этой игры Юрий Калитвинцев главный тренер футбольного клуба Волга Юрий Николаевич результат удачный для вас я скажу да хотя наша команда никогда не играет на ничью мы играли на победу но все-таки здесь тяжело играть здесь хорошая команда на нас было очень большое давление я имею ввиду на футбольном поле поэтому даже в стратегическом плане ничья это хорошо ничья это хорошо но было бы наверное идеально если была победа почему не получилось победить где были огрехи в игре вашей команды не получилось не то что победить а забить очень были хорошие контратаки у нас но не было завершающей передачи мы специально игру так построили чтобы создать себе оперативный простор и туда группа атакующих людей влетала получалось получалось но то что я сказал выше не было именно завершающей передачи можно ли сказать что все это и связано с тем что Анжи с Волгой впервые наверное за последние 5-6 матчей сыграли ну не в результативный футбол нет результативный результативный я скажу что мы много практически все игры посмотрели Анжи Анжи по игре создавала достаточно монеты не могли забить реализация да что у них что у нас хромает но я не понимаю чтобы мы выиграли там по 5-6-0 поэтому я не ждал здесь какой-то феерии голов ни от одной ни от другой команды спасибо удачи вам ну вот так забитых мячей мы не увидели сегодня и думаю что в плане интереса после матчевого интервью возможно даже превзошли непосредственно футбольное зрелище статистика сегодняшней игры Анжи сумел исправить эту статистику в количестве ударов по воротам но посмотрите в точности не сумел исправить в створ чаще попадала в этом матче Волга 0-0 и этот результат для Волги следует все-таки признать удачным абстрагируясь от того что в общем команда не выходила играть на ничью но в данной ситуации для них одно очко на выезде это нормально для Анжи это продолжение в общем ситуации близкой к крушению 7 очков у команды после 17 туров по статистике нужно набирать ну как минимум наверное 25-28 очков 28-28 это значит Анжи нужно выиграть 7 матчей из оставшихся 13-ти которые будут сыграны в чемпионате России честно говоря в это поверить сейчас очень сложно я думаю вспоминаем мы эту игру и я думаю что самым главным наверное неудачником стал сегодня Никита Бурмистров у него было много выходов хороших на ударную позицию но забить так и не получилось у Волги самый хороший момент был в первом тайме но этот удар Алдонина вряд ли можно считать каким-то таким серьезным моментом который на игру мог повлиять а вот Сычев мог забить ну и вот пошли промахи Бурмистрова без выгодных положений бьет он мимо и я согласен полностью с Гаджи-Гаджиевым это результат волнения это результат того что неспокойные игроки и в решающие моменты они не могут проявить те качества которые нужны для того чтобы забить гол 5 матчей Анжи уже не может поразить ворота соперника это это конечно проблема остается травмированным Ласина Трооре очень его Анжи не хватает ну и впереди еще два домашних матча Томи Кубань но как видите Анжи играя с командами из нижней части таблицы и забить им не может и выиграть не может поражение от Урала ничья с Волгой лишь одно очко набранное в этих встречах это график не тот который нужен ну и вот конечно главное разочарование наверное может это тоже нервы дела Ахмедова но абсолютно бездарный штрафной в концовке матча когда была возможность действительно забить этот такой нужный дагестанской команде гол 7 очков у Анжи они остаются на последней строчке в турнирной таблице не смогли догнать грозненский Терек и в том случае если Терек сумеет хотя это конечно будет сенсация если он сможет свой матч выиграть Анжи будет уже в совсем печальном положении ну и вспоминая тот баннер который болельщики адресовали кто знает может быть что-то произойдет у нас в Анжи хотя когда остается всего два тура сыграть и плюс еще два правда в Лиге Европы в общем о перестановках наверное говорить не время с вами сегодня был Алексей Андронов чемпионат России на канале Наш Футбол смотрите это всегда достаточно интересно спасибо всем за работу вам дорогие друзья за внимание счастливо идёт середина тайма очень ровная игра обеих команд ну вот внимание мяч в штрафной площадке опасный момент удар давай штанга ребята ещё удар штанга добивание есть вещи за которые стоит переживать остальное дело страхования девушка а вы застрахованы сегодня вечером аккумуляторы премиум класса Vesta уверенный старт при пониженных температурах увеличенный срок службы 3 года гарантии премиальное качество для легковых автомобилей грузовиков и мотоциклов Vesta pretty powerful как будет выглядеть бизнес-класс в будущем он рождён чтобы дать свой ответ выразительный облик впечатляющее пространство интерьера исключительный комфорт настоящее удовольствие от вождения теперь все точки над И расставлены новый Hyundai i40 бизнес-класс и точка Hyundai моторные трансмиссионные и промышленные масла Nordics гарантия движения русская радио русская радио все будет хорошо не русская радио русская радио и русская радио русская радио МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, меня вы знаете. Уверенный вы, Василий, что не надо вас представлять. Добрый вечер. Как по-армянски будет поздравляем с праздником? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И одна фраза, одна цитата уже отзыва о нашей программе. Вот она. Снимаю шлем перед программой Голеностоп-шоу. Петр Чек. Я бы так сказал, сочетание неприятного с бесполезным. В каком-то смысле да. так он символизирует котел у нас я прошу немедленно открыть дверь не на я и нет нет я только об этом думаю на просто креме но для этого есть администратор в любых командах учета с лицом ребер и попросить что-то требует особенно что-то из его гардероба это большой подвиг захотелось завтра сесть на машину отправиться в химик провести там прекрасный день заставка новая люди примерно все те же особенно это касается ведущих я георгий черданцев привет раз вас раз вас ну так как мы начали так вообще нельзя начинать играть футболу лучше было вернулся воронин я надеюсь что он станет тем же воронином на 100 процентов не готовы до 100 процентов спартак чемпион отлично закруглили специально для программы 90 минут плюс евгений я горжусь собой ты завел фантастический гол да можешь посмотреть его на ю тубе начался уже следующее кого о чем результат какой-никакой сделан на данный на цепляться за него не получилось самые жаркие споры в футболе рождает судейство самая удобная отговорка ошибка арбитра по вторникам в программе свисток влад патурин вместе с профессионалами разбирает спорные моменты каждого тура и раскрывает секреты судейства только на канале наш футбол каждый матч не похож на другой и каждый тур все по-новому хочешь узнать